здравствуйте дорогие любители вязания сегодня мы с вами будем вязать вот такой интересный узор ромбы из вытянутых петель смотрите узор плотный но на полотне видны маленькие дырочки вот на просвет они образуются не за счет накидов а вместе перекрещивания петель и вот такая интересная изнанка очень хороший узор для шапок шарфов для детских вещей ну принципе можно вязать любые вещи этим узором будь то одежда будь то интерьерная вещь мастер-класс я делаю по просьбе марины писаревская она прислала к нам свою просьбу в сообщениях группы вконтакте марина прислала фотографию узора и словесное описание я связала по описанию узор но составила схему мне более так подходит схема для кругового вязания это значит что на схеме показаны все ряды как лицевые при поворотном вязании мы лицевые ряды вяжем читая схему справа налево а изнаночные ряды мы работу поворачиваем и читаем схему слева направо но уже условные обозначения схеме мы читаем наоборот вот у нас лицевая петля в лицевом ряду в изнаночном ряду мы будем вязать ее изнаночной петлей все остальные условные обозначения я вам буду показывать схема будет перед вами в процессе вязания по рядам полностью схемы с условными обозначениями будет как всегда в конце видео раппорт узора составляет 6 петель в ширину и 12 рядов высоту первый ряд в раппорт не входит давайте начнем на схеме у меня показано 2 раппорта мы с вами свяжем 3 раппорт 3 раппорта в ширину и 1 раппорт высоту поэтому схема будет перед вами там будет 2 раппорта а третье уже вы будете вязать самостоятельно и так первый лицевой ряд который не входит в раппорт узора он это подготовительный ряд мы вяжем его лицевыми петлями все петли в нем лицевые так я не сказала мы набираем на спицы 20 петель вместе с кромочным 1 кромочная снимаю последнюю кромочную провязываю изнаночной провязали 1 лицевой ряд 2 изнаночный ряд не забыли что в изнаночных ряду мы читаем петли наоборот 2 изнаночных делаем накид 1 изнаночная накид 3 изнаночных это мы провязали петли 1 раппорта повторяем следующий раппорт 2 изнаночных накид изнаночная накид 3 изнаночных еще один раппорт провязали и 3 раппорт 2 изнаночных накид изнаночная накид 3 изнаночных третий лицевой ряд 2 лицевые следующую петлю снимаем не провязывая и сбрасываем накид закрашенная клеточка на схеме это значит нет петли мы не обращаем внимание на эту клеточку вяжем дальше снова снимаем петлю не провязывая нить рабочий у нас за работой сбрасываем накид и далее 2 лицевых это петли 1 раппорта я дальнейшем буду говорить общее количество петель а где раппорт начинается и где он заканчивается вам видно на схеме и так вяжем 2 раппорт 2 лицевых снимаем петлю не провязывая нить за работой накид сбрасываем снимаем петлю не провязывая нить за работой накид сбрасываем 4 лицевых снимаем петлю не провязывая нить за работой снимаем петлю не провязывая нить за работой и 2 лицевых у нас в конце ряда 4 изнаночный ряд мы провязываем изнаночные петли а петли которые мы снимали не провязываем их тоже снимаем не провязывая но нить у нас рабочие перед работой 2 изнаночных связали 2 петли сняли не провязывая нить перед работой и далее вяжем 4 изнаночных 2 петли снимаем не провязывая рабочие нить перед работой вяжем изнаночные петли снятые петли мы снимаем не провязывая вот такой у нас 4 изнаночный ряд смотрим внимательно на схему 5 лицевой ряд и 6 изнаночный мы провяжем точно так же как провязали сейчас третий и четвертый ряд то есть мы петли вяжем по рисунку в лицевых рядах у нас петли лицевые снятые петли мы также снимаем лицевом ряду у нас нет за работой и в изнаночном ряду мы вяжем изнаночные петли снятые петли мы точно также снимаем у нас будет нить перед работой Давайте самостоятельно эти два ряда провяжем. Точно так же, как вязали третий и четвертый. Седьмой лицевой ряд. Сразу после кромочной мы 3 петли перекрещиваем в правую сторону. Первые 2 петли мы оставляем на дополнительные спицы за работой. Я без дополнительной спицы. Вот так меняю петли местами. 2 петли оставляем за работой. Длинную петлю, которую мы снимали, провязываем лицевой, но мы вытягиваем петлю длиннее. Чтобы у нас не стягивался узор. И петли, оставленные за работой, мы вяжем лицевыми. Затем 3 петли мы перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Длинную петлю. Провязываем 2 обычных лицевых петли. И петлю, оставленную перед работой, мы провязываем лицевой, но эту петлю вытягиваем. И продолжаем дальше. Второй раппорт точно так же. 2 петли оставляем за работой. Провязываем лицевую длинную петлю. Петли, оставленные за работой, тоже вяжем лицевыми. Три петли перекрещиваем в левую сторону. Первую петлю оставляем перед работой. Провязываем 2 лицевые петли. И петлю, оставленную перед работой, провязываем тоже лицевой. И третий раппорт точно так же. Три петли перекрещиваем в левую сторону. И три петли перекрещиваем в правую сторону. Восьмой изнаночный ряд. Сразу после кромочной. Делаем накид, 5 изнаночных. Снова делаем накид, 1 изнаночная. И повторяем. Накид, 5 изнаночных. Накид, 1 изнаночная. Накид, 5 изнаночных. Накид и 1 изнаночная. Девятый лицевой ряд. Сразу после кромочной. Мы снимаем петлю, не провязывая. Нить рабочая у нас за работой. И сбрасываем накид. Далее 4 лицевых. И снова снимаем петлю, не провязывая. Нить за работой. Сбрасываем накид. И повторяем раппорты. Снимаем петлю, не провязывая. Нить за работой. 4 лицевых. Снимаем петлю, не провязывая. Нить за работой. И еще раз снимаем петлю, не провязывая. Нить за работой. 4 лицевых. И последнюю петлю снимаем, не провязывая. Нить за работой. сбрасываем накид 10 изнаночный ряд петли которые мы снимали не провязываем и снова их снимаем не провязывая рабочая нить у нас перед работой все остальные петли мы вяжем изнаночными снимаем не провязывая 2 петли 4 изнаночных снова снимаем 2 петельки 4 изнаночных и снимаем не провязывая последнюю петлю смотрим внимательно на схему 11 лицевой и 12 изнаночный ряд мы провяжем сейчас точно так же как вязали 9 и 10 давайте самостоятельно провяжем эти ряды провязали всего 12 рядов вяжем 13 лицевой ряд это последний ряд раппорта 3 петли перекрещиваем в левую сторону первую петлю мы оставляем перед работой провязываем 2 лицевые петлю оставлены перед работой мы тоже вяжем лицевой но вытягиваем петлю по длине и при провязывании и теперь 3 петли перекрещивая в правую сторону 2 петельки оставляем за работой длинную петлю провязываем лицевой длинной петлей и петли оставлены за работы вяжем тоже лицевыми и повторяем раппорт 3 петли перекрещиваем влево петля перед работой 2 лицевые петлю оставлены перед работой тоже вяжем лицевой 3 петли перекрещиваем вправо 2 петельки за работой провязываем лицевую петлю петли оставлены за работой тоже вяжем лицевыми и еще раз повторяем раппорт узора 3 петли перекрещиваем в левую сторону и 3 петли перекрещиваем в правую сторону вот и все мы провязали 3 раппорта в ширину и один раппорт высоту и получается вот такой интересный узор он похож на ячейки такие ромбы из вытянутых петель после легкого вот его петельки расправляются и получается вот такая красота давайте скажем спасибо марине писаревской за идею мастер-класса ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом я желаю вам здоровья и мира добра и позитива удачи и ровных легких петелек пока пока